Приветствую, друзья, на библейском портале экзегет. Ответы на ваши вопросы. Когда возникла традиция осенять себя крестным знамением и как это правильно делать? Прекрасный вопрос, один из первых в воскресной школе, в катехизаторской беседе с начинающими. Действительно, в осенении себя крестным знаменем мы обретаем чудную Божью помощь в нашем христианском жительстве, в движении души к Богу. Крестное знамение — это страшное орудие мучительной смерти, на котором благоволил Господь, наш Испаситель, претерпеть смерть, следствием которой стало его воскресение и возможность нашего с ним совоскресения и соблаженства в вечности. Потому именуют церковь, крест церковной красотой, демоном язвой, знаменем славы Божьей. И издревле кресты изображались на тех местах, где совершалось христианское богослужение, там, где собирались христиане. Во всяком случае, кроме тех изображений, иногда зашифрованных, например, под образ якоря или паруса на корабле в катакомбах первохристиан. Тогда, как церковь вышла уже из периода гонений, после Миланского эдикта императора равнопостального царя Константина, то и кресты стали уже украшением и венцовым зданий церковных. И уже по свидетельству Иоанна Златоуста, вся жизнь христианина сопровождалась изображением креста. Святитель Иоанн свидетельствует, мы и себя, и очи свои по отдельности для благословенного воззрения, и тело свое, и сосуды наши, которыми мы пользуемся, все осеняем крестом, посвящая Богу употребление всего земного и собственных чувств, и частей тела, и то, чем мы пользуемся. И таким образом крестное знамение сопровождает жизнь христианскую. Не всегда одинаково складывались персты. Как раз Иоанн Златоуст указывает на осенение крестом с помощью перста. Известно о том, что и полной рукой осенять себя крестным знаменем также было принято. Восточной традиции сложилось определенное именно перстное сложение священника для благословения людей, паства, которая выглядит четырьмя буквами, сложенными из перстов правой руки. И, С, Х, из большого и указательного пальца, и С. Именно таким образом, сложив персты, священник осеняет приемлющего благословения, или даже всех, мир всем. И таким образом, знаменем крестным, изображением этого крестного знамени, преподается благословение. Сам христианин, на себя накладывая крестное знамение, также исповедует Христа, умершего и воскресшего за нас, Бога воплотившегося, таким образом, складывая из трех перстов образ, символизирующий единую и неразделимую, трехличную, трехипостасную, пресвятую Троицу, единую своей сущности, как единая ладонь, и вместе соединенные три перста во имя Отца и Сына, и Святаго Духа, и важнейшая составляющая нашего исповедания догмат о двух природах в личности Иисуса Христа. Два пальца приложены к ладони, есть исповедание нашей веры в то, что Господь наш Иисус Христос — совершенный Бог и совершенный человек. И осеняя себя крестом, начинаем с чела, потом рука следует на чрево во имя Отца и Сына, и с правого плеча к левому горизонтальная перекладина креста, таким образом и напечатлевается. Просвещается и ум наш, и чувство, и сам телесный состав наложением крестного знамени, благоговейным и неторопливым, и после чего принято, кроме особо оговоренных в уставе случаев, совершать небольшое поклонение, поклон, в котором тоже есть исповедание и нашего покаяния, и боговоплощения, сошествие Бога с небес на землю и его погребение после смерти на кресте. Но не остаемся согбенными после крестного знамени, но воздвигаем обратно в развернутое состояние и плечи свои, и голову поднимаем, исповедуя светлое Христово воскресение и восстание Господа из мертвых и нашу решимость и намерение участия в вечной жизни Христа воскресшего в Царстве Его. Вот столь значительно, столь величественно крестное знамение в нынешнем обиходе на Востоке можно заметить какое-то странное изображение крестного знамени, когда чуть-чуть как бы подпрыгивая и кланяясь раньше, чем завершится вот это осенение себя крестом, за этим замечается некоторое ослабление вот этого внешнего благочестия, но которое все-таки отражает и внутреннее благоговение к кресту Христову. Так что в наших храмах обычно есть традиция не торопиться со своими поклонениями. Есть правда уж очень резко реагирующие на это, как они называют, ломание креста предварительным поклоном с еще не довершенным изображением вертикальной и горизонтальной линии креста. Но может быть уж слишком горячиться из-за этого не стоит, но в всяком случае детей учим мы неторопливому и благоговейному изображению крестного знамени на себе, что несомненно является способом укрепления самого себя против всех козни вражей. Припоминается пример жизни Юлиана Отступника, когда возобладавшие над ним злые люди призывали его к бесопоклонничеству и вели на какой-то ритуал противный христианству и на пути преодолевая некую темную галерею, в которой явились ужасные призраки, какие-то бесовские наваждения этому христианину, решившему покончить с христианством в Римской империи, которую он к тому времени либо намеревался возглавить, либо уже возглавил. И вот он, будучи воспитанный с детства, крестится от внезапного ужаса бессознательно осенил себя крестом, увидев эти демонические призраки. Тогда волхвы, ведущие его к этому нечестивому какому-то соборищу, были поражены тем, что наваждения пропали, а еще более удивился и с недоумением смотрел на них сам. Юлиан будущий отступник, уже находившийся в состоянии отступления от веры Христовой, участвуя в делах тьмы. Но его недоумение состояло в том, почему от наложенного на себя креста вдруг он получил такую чудесную помощь. Говорит, бесы испугались креста, и тогда находчивые служители тьмы сказали, они не испугались, они возгнушались. Вперед, наш юный друг, мы должны победить Галилеянина. Но последние слова пронзенного стрелой погибающего Юлиана отступника были как раз «ты победил меня, Галилеянин». Его презрительное обращение к Христу было однако свидетельством его полного поражения в результате его антихристианской жизни и крахом его намерений вернуть человечество к язычеству и империи. Так что за крестом Христовым остается всегда в жизни человеческой сила духовного подкрепления. Крест изображенный по определению Владимира Николаевича Лоскова является материальным средостением в коем присутствует божественная энергия в особом изобилии при участии человеческого творчества. Это есть некоторые материальные знаки священной изображения и прежде всего крест в котором присутствие божественного действования является особенно ощутимым. Вот из этого исходя будем и изображать крест благоговением там, где это уместно и себя осеняя крестным знаменем с молитвой призывать помощь Божьим. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...